В Ангарском округе появится центр тяжелой атлетики. Его разместят на базе училища Олимпийского резерва. Соответствующий проект уже разработан. В нем предусмотрено создание многофункционального зала для игровых видов спорта, залов единоборств, общей физической подготовки. Накануне председатель правительства региона Константин Зайцев провел выездное совещание, где обсуждалось развитие спортивной инфраструктуры. Сейчас в оздоровительном комплексе училища Олимпийского резерва тренируются и отдыхают более 300 спортсменов со всего региона. В учебный год здесь занимаются подготовкой кадров для государственных и муниципальных спортшкол. Накануне учреждения посетили представители правительства Олимпийского области. По словам председателя регионального кабмина Константина Зайцева, училище обладает неплохой материально-технической базой, однако она нуждается в расширении. Сегодня учатся 138 человек в школе Олимпийского резерва. потребность в три-четыре раза больше по области, поэтому нам нужно расширять учебную базу, этим мы тоже займемся и, возможно, будем ее делать непосредственно, приближая к спортивным объектам, то есть в спортивно-оздоровительном комплексе за городом, чтобы ребятишки могли получать теоретические и практические знания на месте. Работа в этом направлении ведется. В этом году училище был завершен капитальный ремонт с перепланировкой. В части здания оборудовали студенческое общежитие на 30 мест. Оно начнет работать уже в этом учебном году. Но этого недостаточно. Создать дополнительные площади для размещения учащихся планируют в недостроенном здании на территории оздоровительного комплекса. В ближайшее время здесь проведут техническое обследование. Если объект удастся восстановить, то в перспективе здесь можно поселить до 350 студентов. Что касается развития спортивной инфраструктуры, то большим шагом в этом направлении станет создание Центра тяжелой атлетики. Его строительство должно начаться в следующем году. Проектно-сметная документация уже готова. Он у нас вошел в решение Совета Федерации. И мы уже обязаны сделать все для того, чтобы этот объект со следующего года началось строительство. Поэтому при формировании бюджета на 2024 год мы обязательно этот объект включим. Как сообщает правительство, будущий Центр тяжелой атлетики существенно расширит возможности учреждения. Спорткомплекс будет включать в себя многофункциональный зал для игровых видов спорта, зал единоборств и общей физической подготовки. Объект позволит проводить тренировочные сборы по 15 видам спорта. Александр Пычков, Александр Черепанов. Местное время.